Пиксельные какашки Собвинят во всем, начиная от смерти Кеннеди и заканчивая смертью Фиромира. Но стоило мне только посмотреть трейлер к данной игре, я просто не смог удержаться. Блин, он действительно божественен. Начну с того, что разработкой криптового некроденсера занималась студия Brace Yourself Games. И данная игра скорее всего так и осталась бы обычным пиксельным рогаликом, если бы в команде разработчиков не было парней очень помешанных на музыке. Именно с их помощью произошло настоящее волшебство. Обычный пиксельный рогалик превратился в пиксельный ритм рогалик. И это небольшое обстоятельство перевернуло все с ног на голову. Криптов за некроденсер превратился в настоящее адовое испытание, которое будет под силу лишь тем, кому удалось полностью пройти доту без читов. Да, кстати, я значит взял свой iPad, заплатил за игру 379 рублей, скачал ее в волнительном ожидании, но дело не пошло дальше загрузочного экрана. Воспользовался гуглом и понял, что это распространенная болезнь и скорее всего разработчики о ней уже знают. Но это естественно никак не добавляет им чести. Меня это не остановило, я взял в руки iPhone, скачал игру заново, и мне все-таки удалось преодолеть загрузочный экран и попасть в стартовое меню игры. Вообще история игры повествует о девушке, которая копала землю не там где нужно и провалилась в преисподнюю. Там ее сердцем завладел какой-то некромант, который скорее всего всю свою жизнь был лютым клубным тусовщиком. Именно благодаря этой личности абсолютно каждое существо в подземелье движется под музыкальный ритм. Не спрашивайте меня почему, просто знайте, что для прохождения игры вам тоже предстоит проявить свои музыкальные таланты. Абсолютно каждый вражеский юнит в игре движется согласно собственному уникальному ритму. К примеру, зеленый желейный монстр всегда стоит на месте, а его синий собрат движется вверх и вниз. Сложность заключается в том, что в игре несколько десятков монстров и в одной комнате их может быть очень и очень много. Не говоря уже о боссах, которые дадут прикурить даже патимейкеру. И при этом всегда необходимо помнить про ритм, иначе ваш персонаж просто-напросто не сдвинется с места. В игре огромное количество самых различных предметов, но для их использования необходимо проделать целую комбинацию действий. Движение вверх и вниз поможет вам швырнуть кинжал. Вниз плюс влево и героиня кинет бомбу. Вверх плюс влево для использования свитков и так далее. В общем, игровой процесс вообще нифига не аркадный. Криптовый некроденсер отправляет нас на полтора десятка лет назад в то волшебное время, когда мы тратили десятки часов на изучение комбинации, оттачивание суперударов, на изучение всяких там фаталити, просто для того, чтобы быть во дворе реально самым четким пацаном. И если у вас этого не было, то у вас не было детства, потому что родители, скорее всего, вам не захотели купить Сегу. Помимо всего прочего, в игре есть около десятка главных героев, и каждый из них имеет уникальную особенность. Но это не тот случай, когда с каждым новым персонажем играть становится легче. В большинстве случаев все совсем наоборот. К примеру, герой баг может двигаться вне ритма. Играя за монаха, вы не можете подбирать золото, которое выпадает из врагов, и каждое такое действие будет караться смертью. Но самый хардкорный персонаж это Ария, бабушка главной героини. Скорее всего, ей довелось отжигать рядом с некромантом во времена их молодости. Играя за Арию, вы всегда будете умирать, пропуская бит, и это просто вообще тотальный эпик. В целом, очевидно, что игра получилась яркой и необычной. У нее огромное множество различных наград, неплохой рейтинг в стиме, да и апстор уже начал потихоньку наполняться лестными комментариями. Поэтому, прошу вас, не пишите о том, что игра говно. Лучше согласитесь с тем, что у вас нет на нее денег. На связи был Бозов Роман, подписывайтесь на наш канал, нам всегда есть что вам рассказать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok